Клиника Одесского мединститута Международного гуманитарного университета совместно с общественными организациями представили новый социальный проект. Главная задача данного проекта это помощь гражданам, которые приехали с востока Украины. С инициативой реализации проекта выступила украинская морская партия Сергея Кивалова. У нас состоялось очень знаменательное событие. Сегодня украинская морская партия Сергея Кивалова и представители самых крупных общественных организаций, которые отстаивают интересы и представляют интересы переселенцев с Луганской, Донецкой области, социональной республики Крым в Одессе. Мы обсудили целый ряд медико-социальных проектов. В комплексном пакете помощи, предусмотренным новым социальным проектом, юридическая защита, бесплатное медицинское обслуживание, а также качественное высшее образование. В 2014 году, занимая пост главы облздрава, представитель Украинской морской партии Сергея Кивалова, проректор по научно-медицинской работе Международного гуманитарного университета Вячеслав Полязный, активно участвовал в разработке и реализации ряда социальных инициатив по поддержке временных переселенцев. Но с 2015 года задекларированная государством помощь этой категории людей практически не предоставляется. Проблемы никуда не исчезли, а с началом карантина положение этих людей усугубилось еще больше. Мы договорились о том, что МГУ, университетская клиника возьмет на себя обязательства по медицинскому обслуживанию и сопровождению всех лиц, которые переселились из этих районов. Также совместно с фондом инвалидов мы будем оказывать помощь и поддержку инвалидам в плане финансирования образовательных проектов. Я вообще о таком проекте слышу впервые. В других регионах я не слышала, чтобы такой проект работал. И на этом круглом столе вместе с переселенцами мы обсудили, насколько это важно, насколько это ново. И, вы знаете, не каждая громада имеет такие возможности, которые предоставили сейчас людям, переселенным с востока Украины. Для того, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, переселенцы должны заключить декларацию с врачом клиники МГУ. Это единственное и достаточное условие для предоставления услуги. В принципе, здесь больших таких не нужно каких-то особых движений. Переселенцы должны перевести свою декларацию или заключить ее заново, если они еще этого не сделали здесь с врачом. И таким образом будет весь спектр, который будет возможен в рамках университетской клиники. Здесь много кафедр еще есть на других больницах. Это можно будет осуществлять уже в системном порядке. И мы надеемся, что это будет очень полезно и необходимо. И такой проект, я думаю, что он будет у нас в Украине одним из первых. Получить полноценную помощь могут люди с разными проблемами, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Анжелика Жукова утверждает, что будет оказываться также и психологическая помощь. Пользоваться услугами проекта может каждый переселенец вне зависимости от возраста и пола. Обращаться пациент может с любыми вопросами. С учетом того, что я еще и психолог сейчас, то это даже, можно сказать, и медико-психологическая реабилитация, возможно. Потому что это начиная от терапевта, заканчивая госпитализацией, в том числе проработка тех психологических травм, которые у людей остались после войны. И эта группа тоже включена в этот проект. И дети-переселенцы, и подростки-переселенцы, и молодежь-переселенцы тоже могут обслуживаться в этой клинике и тоже могут получать все услуги по этому направлению. Письма и обращения в разные структуры, что государственные, что частные, особого эффекта не дали, утверждает координатор переселенцев Елена Кулагина. Теперь же появилась уверенность, что жизнь вынужденных переселенцев изменится к лучшему. Вы знаете, мы обращались ко всем. Это департаменты, это горсовет, это обладминистрация, это всевозможные райадминистрации. Но поймите правильно, когда человек, естественно, нам не дают отказов, нам дают письменные какие-то ответы. Но это все очень-очень мало, очень мизерно. Логический конец я вижу в том, что люди все-таки получат ответы, все ответы на свои вопросы. С начала военного конфликта на востоке страны около полутора миллиона наших сограждан были вынуждены покинуть свои родные дома. Только в Одессе, согласно социальному паспорту жителей города, зарестрировано около 30 тысяч переселенцев. Отметим, что в ходе встречи был поднят вопрос о необходимости иметь своих представителей в местных органах власти, которые смогут защитить интересы переселенцев. Участники обсуждения предложили выдвинуть от Украинской морской партии Сергея Кивалова представители общественных организаций по защите прав переселенцев. Напомним, что на базе юридической клиники работает антикризисный центр помощи переселенцам. Людям, находящимся вдали от родного дома, оказывается вся необходимая помощь – социальная, юридическая и медицинская поддержка.